всем доброго времени суток коллеги если вы являетесь разработчиком вы наверняка пользуетесь гид ну или как минимум знаете что это такое ну а раз у вас есть гид значит вы используете какой-то клиент для его доступа вернее для доступа к нему в общем то давайте вот я вам покажу несколько картинок они на самом деле очень простые ну я вот давайте сначала покажу смотрите если такая вот картинка да то есть как он темная схема белая схема светлая вернее как как вот вы пользуетесь кому как удобнее да вот мне например черная тема устраивает есть такое понятие как мэр да когда вы используете гид вот вот такая схема удобно вам кажется или нет ну и в общем то шутку ребейс вы наверно тоже знаете и вопрос про блэйм наверное тоже у вас возникал не раз если вы являетесь настоящим разработчиком в общем я вас хочу познакомить с еще одной штука которая называется форк то есть гид клиент который называется форк найти его можно по адресу форк дэв но теперь немножечко поподробнее друзья в общем то если вы являетесь разработчиком то так или иначе вам приходилось сталкиваться с таким понятием как гид и собственно говоря сегодня мы поговорим не только про сам гид а нет вернее мы поговорим даже не сам не про сам гид а вернее про его клиенты гид клиенты в общем о чем пойдет речь смотрите я уже на самом деле некоторое время разрабатываю код пишу программы скажем так у опыт у меня начинается от 20 лет вот ну я не скажу что все время пользоваться гид но тем не менее некоторые клиенты я использовал достаточно сильно достаточно часто и достаточно много например я использовал гид экстеншен я использовал смарт-гид я использовал kraken я использовал mg мастер в общем на самом деле в каждом из них есть свои плюсы и минусы и какое-то время назад я остановился на гид экстеншен но в последнее время как бы всплывают такие понятия как новые клиенты и вот с одним из них я вас хочу познакомить я практически сразу же влюбился в него потому что он может все опять же он может все что может гид экстеншен потому что с ним проработал большую часть времени и собственно говоря на этом хочу заострить внимание что он может все и даже больше и еще и красивее если че что гид экстеншен написан на винформах ну неважно какие да то есть там была версия 2 натянул за собой очень много legacy кода и они когда обновили стал форм 30 откинув старый код суть в том что он все равно остался винформам и такое понять как dpi он все-таки складывается ну смысле дает о себе как бы знать когда ты с ним работаешь что касается нового клиента которые вот сейчас перед вашими глазами называется он форк надо сказать что вы пишет я скажу так мальчик и девочка одной фамилии я не знаю муж и жена брат и сестра однофамильцы или еще совпадение я не знаю в общем не написали значительно качественный продукт он очень понравился даже с первого взгляда несмотря на то что смотрю буквально там 5-6 часов что здесь такого что вот прям глаза бросается но смотрите на самом деле есть такое понятие как закладки во многих клиентах гид клиентов вот этих закладок как раз не хватает то есть я могу подключить любой так сказать проект просто в закладке это вот просто обалденная штука да то есть смотрите потом это вот первый до плюс так смотрите я хочу максимально просто показать то что здесь есть в этом клиенте и собственно говоря почему его использую но вот дабы не ходить далеко за примером смотрите на самом деле здесь вот про закладки я уже сказал это во первых во вторых в общем очень легко добавляться закладки причем поиск практически моментально дальше смотрите на самом деле есть такое понятие как ssh ключи ssh доступа или доступа сейчас через ssh агент так или иначе некоторые нет клиента их не поддерживает некоторые поддерживает внутренние реализации некоторые такие как гид экстеншен имеет кастомный подход так называемые пути ssh клиент в общем здесь это клиент встроенный очень легко и просто вот так подключается на самом ключе регистрируется проверка апдейтов тоже работает очень быстро и эффективно дальше но в общем управление табами я рассказал это очень важная штука она решает очень много проблем вот что касается дальше по менюшке пройдемся здесь очень просто есть купонять бит flow сейчас об этом очень много говорят есть специальный паттерн есть какая-то абстракция определенная до которая позволяет управлять вашими бранчами в режиме гид флоу надо сказать что она не очень натягивается так сказать на микросервисную архитектуру но это уже как бы отдельный нюанс то есть инициализация гид флоу для объекта ну в смысле для бранча то есть для вашего проекта очень простая и потом когда вы в дальнейшем будете нажимать new branch то система автоматически предложит выбрать какой именно бранч вы делаете тоже на самом деле очень мне кажется полезная штука дальше есть такое понятие как допустим сейчас покажу ну давайте вот так куда я смотрите есть у меня какой-то вот да вот у меня есть какой-то проект я называю я создаю новый branch знаете что если брать название брать не соответствует там определенным параметрам то он просто не создается поэтому здесь немножечко по-другому все сделано то есть вы можете писать простое название видите если я пишу пробелы то система автоматически подставляют то есть не тратится время на то чтобы думать или там чего-то подставлять да ну давайте его сделаю такой тест branch правильно писал branch но собственно говоря неважно пусть будет тест тест а вот и можно автоматически сразу на него переключиться как вы видите очень удобно мне кажется то есть я могу выбирать переключаться или нет это как бы большой плюс дальше смотрите изменения здесь показывается очень очень эффективно во первых я вижу какие были изменения для картинок не каждый гид клиент может это показать дальше отображаться все это может как в листе ну то есть как списком да так и собственно игра в дереве это мне кажется очень полезно более того если я могу посмотреть изменения то файл true find file 3 я могу посмотреть весь проект это тоже очень полезная штука когда вы вот можете посмотреть то есть в каком месте там файл был не был очень мне кажется ну похоже на то что вот вы смотрите в спорте дальше смотрите очень полезная штука открыть вы есть классная менюшка называется visual studio code то есть если сейчас нажму visual code открыть visual studio code соответственно и там будет уже мой проект удобно еще что есть ну для вот таких как я стариков есть плюс и минус в общем это написано я так понимаю на допиев и и собственно говоря простое control плюс и control минус как вы видите да очень сильно мне если учесть что у меня на ноутбуке допустим на моем распространение 4k ну это просто обалденная штука в отличие допустим от гид экстеншн есть такая полезная штука как например вот есть мне изменения и вот здесь вот показывается последние добавленные комиты то есть я для того чтобы там не писать я могу просто выбрать нажать комит и в общем то все само автоматически проскочит уже непосредственно в комит больше того слова то есть чэнджи на стей анстейджи да можно тоже смотреть и в листе в списке да и в деревовидной структуре тоже мне кажется очень полезная штука также можно посмотреть скрытые не трекерные как это по-русски то будет антрекет не отслеживаемые файлы так и показывает игнорируемые очень интересная штука я называю нажимаю стейдж вот он файл измененный попал непосредственно уже файл изменений теперь я могу нажать комит и в общем то как вы видите все в работать моментально быстро более того все команды которые были их можно посмотреть допустим ну вот здесь да то есть вот как специальная штука которая показывает команда какая команда была выполнена ну и собственно говоря что было выполнено тоже на самом деле полезная штука в общем как бы я не пытался сегодня на самом деле весь день найти какие-то минусы этой этого вот клиента но так получилось что я их не нашел еще одна немаловажная штука вот 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 таким вот образом да во первых можно перетаскивать изменения да и система автоматически предложит вам что нужно сделать то есть здесь предложит match или rebase ну вот интерактивит ли интерактивит ли да не успел еще попробовать пока вот не довелось но тем не менее тоже думаю наверно не понравится собственно говоря здесь можно сделать изменение только по одному бранчу или допустим перетягивать в обратном порядке тогда обмеж предложает предлагается рекурсивный ну и в общем то когда я делаю выделение смотрите сначала выбрал один бранч потом другой то показывается красненьким то есть это то что было изменено а если в обратную сторону делаю изменение показывается зеленым это важная штука она работает в нескольких но используемых ранее гид клиентов но и здесь он собственно говоря есть тоже очень удобно но и смотрите изменение можно смотреть как вертикали так и горизонтально что тоже немаловажно но и комит и собственно говоря можно менять местами на ли то это тоже обалденная штука достаточно часто и приходится пользоваться но вернее буду пользоваться потому что надеюсь будущем переключусь на этот клиент чего собственно грей вам желаю ну и уж раз уж пошло дело дальше давайте вам еще одну штуку покажу которая мне тоже на самом деле понравилась и это мне еще секунду я найду так я еще пока не очень ориентируюсь но в общем то я примерно это помню preference сейчас один момент вот preference да вот вот что мне понравилось смотрите есть такое понятие как custom commands да то есть вы можете какие-то команды дополнительные сами реализовывать и мне кажется я видел не раним немало клиентов которые это делают но в том числе и этот это тоже может реализовать ну и в общем есть такое понятие как марш она бывает нескольких типов там создание комита без остания комита среди с ребезом например в общем здесь это все реализовано я к сожалению час не могу это показать я пытаюсь сократить немножко видео но и все таки я вот хочу показать сейчас один момент так это интеграции да кстати devtool может быть тоже кстати выбран разный начиная от кодиев visual studio code или например visual studio и собственно говоря их тут очень много но и и div и mesh tool и shell собственно говоря может быть разным вот то есть это тоже достаточно сильная мощная штука вот что касается сейчас один момент команд я показал мне где-то здесь был часа секунду секунду так для конкретного репозитория вот смотрите setting репозитория есть такая штука которая называется issue tracker ну в общем то я пока не особо понимаю как это работает но не знаю давайте пока это пропустим я думаю что где-то можно прочитать на этом особенно на сайте разработчиков вот есть комит темплей то есть вы можете создать глобальный или собственно говоря то есть использовать глобальный никаких темплей так тогда нет либо если вы включите кастомный какой-то вот галочку отключите то здесь вы можете создать темплей который будет при комитете подставлять вашей собственно говоря шаблон ну и наверное еще тоже нужно показать еще одну штуку что как бы я не хвалил этот продукт все равно минус один в нем все таки есть ну не знаю во первых во первых чек апдейт а нет стоп я это уже показывал минус есть один сейчас я вам покажу все таки минус есть называется fork activation вот ну и как вы понимаете он требует лицензионный ключ и требует покупки ну скажу сразу сейчас на данный момент это 49 долларов ну надо сказать что всегда за все приходится платить и в частности за это возможно тоже в общем есть еще вот такая полезная штучка которая очень часто мне не хватало когда нужно скопировать название текущего бранча в общем проекты бывают разные в некоторых приходится логировать и название бранча ну в общем это тоже полезная штука здесь есть в общем одни плюсы кроме одного то что это фигня в смысле то что это приложение платное ну а других минусов я не заметил в общем друзья расскажите пожалуйста каким клиентом пользуетесь вы какие есть плюсы и минусы возможно возможно мы как бы найдем такое которое у нас всех удовлетворит если так можно выразиться вот и в общем то наверное на этом пока все скажите что вы думаете по этому поводу как вообще относитесь к программам которые являются платными особенно с точки зрения если учесть что вы разработчик и тоже пишите какие-то программы ну а на этом наверно пока все и всего доброго пишите комментарии и будем общаться вот в принципе противливую а скажу в общем всё это довольно